Нижегородская медакадемия НГУ имени Лобачевского и архитектурно-строительный университет. Среди профессий, которые можно получить в стенах этих вузов, значатся IT-генетики, сетевые юристы, специалисты 3D-печати в строительстве и проектировщики умных офисов и домов. Жители Московского и Канавинского районов города много лет ведут борьбу за чистоту воздуха. Больше всего жизнь им отравлял Нижегородский масложиркомбинат. Как говорят на предприятии, сейчас жаловаться на неприятный запах не приходится. Так ли это на самом деле, выяснила Межведомственная комиссия Городской думы и корреспонденты Горький ТВ. Мало кто знает, что история Нижегородского масложиркомбината уходит на 300 лет назад. За чистоту воздуха вокруг НМЖК местные жители бьются на протяжении последнего десятилетия. Специфический запах изрядно портит жизнь не только соседним домам, порой целым районам. Впрочем, здесь говорят, что с начала этого года жалоб от граждан не поступало. Я думаю, что на протяжении последних двух лет мало кто закрывает форочки, когда приезжает около масложирного комбината. Если это происходит, то это в исключительных случаях, когда там уж такая прям погода плохая, когда такой туман, когда прибивает там, создаёт такую концентрацию, как говорили наши коллеги, из Роспотребнадзора, из Росприроднадзора. С инспекционной проверкой на предприятие приехали депутаты законодательного собрания и городской думы, отвечающие за экологию. Принюхались и ничего страшного не нашли. Да и вообще отметили в парламентарии запах понятий такой, которое законодательно не урегулируешь. Кому-то аромат лилии нравится, кому-то нет. Здесь то же самое. Законодательно запахи не регламентируются. Есть жёсткие требования по ПДК, по превышению предельно допустимых концентраций. А запах, что называется, к делу не пришьёшь. Впрочем, такую позицию не разделяют экологи. Запах, хоть и противный, на окружающую среду не влияет. Жиры безвредные, но вот людям со специфическими заболеваниями место жительства лучше выбирать подальше от завода. С точки зрения, скажем так, вреда для здоровья, неприятный запах, наверное, всё-таки не оказывает. Но за исключением узкой группы населения. То есть аллергики, астматики, у них такие вещи могут вызывать, естественно, какие-то обострения, неприятные вещи для здоровья. За последние пять лет, по словам руководства завода, из 29 источников запаха ликвидировано 28. Один вроде не пахнет, но некоторые депутаты, проехав по территории, запах уловили. А вот ответить на вопрос, когда же здесь можно будет вздохнуть полной грудью, не смогли. Когда закончатся неприятные запахи, вот по мнению заместителя генерального директора, он сказал, я не знаю. Он не знает. Ну, а мы тем более. Валентина Тимонина, Ярослав Гонин, Роман Серебренников, Горький ТВ. Нижегородская «Чайка» стала чемпионом молодёжной хоккейной лиги. Одержав четвёртую победу в финальной серии против команды СК-1946, нижегородцы впервые в своей истории выиграли турнир среди молодёжных команд и завоевали кубок Харламова. Символично, что в финале нижегородцы обыграли именно команду «Скач», чья основная команда выбила наша торпеда в плей-офф континентальной хоккейной лиги и в итоге стала обладателем Кубка Гагарина. Кстати, кроме командного титула, нижегородская «Чайка» завоевала и несколько индивидуальных наград. Так, капитан команды Денис Шураков был признан самым полезным игроком чемпионата, а главный тренер «Чайки» Вячеслав Рьянов – лучшим тренером этого сезона. В заключении блок деловой информации. Доллар США отыгрывает свои позиции, утерянные на прошлой неделе, плюс 1 рубль и 22 копейки. Курс на завтра – 51,47. Евро торгует по цене 55 рублей 87 копеек. Цена нефти в районе 64 долларов и 88 центов. Берегите себя и свои карманы. Ещё увидимся. Субтитры подогнал «Симон»